Приветствую вас. На самом деле, ситуация заключается в том, что вы делаете всё, что делаете, только по причине внутреннего согласия с родителями. То есть вы соглашаетесь с тем, что вам говорят, словно говоря, родителям даже про себя, вы соглашаетесь с тем, что они про вас думают, вы соглашаетесь с тем, что они считают по поводу вас. Вы со всеми этими вещами соглашаетесь и, соответственно, смотрите на себя глазами именно их. То есть когда-то родители, например, что-то высказали по отношению к вам, какую-то точку зрения выросли по отношению к вам, вы решили с этим согласиться. Вы приняли эту позицию, направясь на то, что родители лучше знают, что родителям беднее, что родители что-то ещё. Вот. И по большому счёту в этом и заключается основная беда и трудность, что вы не как бы подвергаете сомнению и критике то, что говорят вам ваши родители. Вы принимаете безоговорочно то, что они вам говорят, их позицию, воспринимая, опять же, их, может быть, как таких, ну, неоспоримых авторитетов. Да, то есть вот в таком аспекте. Может быть, вы видите своих родителей как-то по-другому. Может быть, вы считаете, что родители знают всё. Про вас родители, ну, вообще, как бы, всё знают, родители всё умеют, вот, родителям беднее. Может быть, так вы считаете. Вот. Может быть, есть ещё какая-то точка зрения, может быть, ещё есть какая-то у вас позиция. Вот. Но правда заключается в том, чтобы подвергнуть сомнению то, что вам говорят ваши родители. Правда, заключается в том, идея заключается в том, чтобы подвергнуть сомнению то, что транслируют вам ваши родители. Что касается мнения других людей, то, опять же, это сравнивание себя с другими людьми, то есть вы сравниваете. Сравнение, как правило, вытекает из требований к себе, а требование вытекает из идеалов, идеалов, которые вы сомнению, опять же, не подвергаете. Хотя это очень и очень важно именно для вас, то есть именно для вас очень важно подвергать критике и сомнению то, на что вы опираетесь в восприятии себя и других людей. Следующее, чтобы быть увереннее, как вы говорите, в себе, вот, чтобы быть более увереннее в себе, необходимо следующее. Во-первых, выяснить, почему вы не доверяете своим чувствам. на каком основании вы оспариваете свои чувства, почему вы считаете, что то, что вы чувствуете, в том числе то, что вы чувствуете важным для себя, нужным для себя, это не имеет значения. вот, это такие моменты. Следующее, это принятие. Вообще, если вот мы говорим про как бы взгляд на себя за сторонами родителей, то взгляд на себя глазами родителей, то, ну, сами, я думаю, понимаете, невозможно здесь говорить о принятии, потому что, извините, если я смотрю на себя глазами родителей, то я смотрю на себя через призму требований. И, по сути, это непрекращающееся требование, то есть, повторяющееся требование снова, 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 снова и снова. И, принять себя, принять себя, значит, перестать, во-первых, ставить условия, и, во-вторых, перестать оценивать. То есть, у вас есть убежденность в том, что вы можете оценивать себя, вы можете оценить другого человека, на самом деле нет. На самом деле нет, на самом деле вы не можете этого сделать, на самом деле вы не можете оценивать ни себя, ни других людей, но вы так считаете, вы считаете, потому что родители вам, ну, вот, так до вас, как бы, эту идею донесли, что можно, на самом деле нельзя, вот, и, собственно, ну, собственно, вот, такой момент, такая история, такой аспект, мне кажется, что примерно в общих чертах именно так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете, вот, и именно так можно вам помочь, то есть, ну, работа, вот, в этих направлениях, опять же, вы пишете, что, значит, славнивать себя с другими людьми, про это сказал, наказывать, съедать себя на рану, ну, наказывать, откуда, из чего берется наказание, то есть, почему вы считаете, что вправе себя наказывать, то есть, кто дал вам право себя наказывать, вообще, это очень важный момент, потому что, потому что, это ставит, вас, как бы, над собой самой, и это не может не заготить. Вот, дойти до вот этой точки, дойти до уровня, когда вы не поднимаетесь сами над собой, когда вы воспринимаете себя как данность, и ориентируетесь исключительно на то, что вам важно, то, что вам нужно, то, что для вас ценно, то, что вам интересно, и не более того, да, и есть вот, собственно, та позиция. Но, нельзя забывать, и о том, что наказывает себя ради чего-то. Вы не наказываете себя просто так, вы ради чего-то себя наказываете, скорее всего, наказывая, вы чувствуете себя лучше, чувствуете себя более определенно, вы чувствуете себя более комфортно, вам более естественно, ну, и так далее. То есть, это вопрос стабильности. Наказывает вы себя ради стабильности. Ну, обвинение, что вот съедает себя морально, обвиняет это чувство долга, вот, чувство долга, и вот здесь мне кажется уместным было бы сказать пару слов про родителей в целом. Дело в том, что в некоторой степени удобно сваливать все на родителей. Ну, типа, это родители, я смотрю на себя глазами родителей. Родители меня сподвигли к тому, чтобы, к примеру, я, значит, сравнивала себя с другими людьми, допустим, но по большому счету речь идет о вашем собственном выборе, о вашем собственном волевом акте, когда вы соглашались с тем, ну, с той или иной позицией, и о том, как вы сами это все переживаете и как вы сами соглашаетесь с тем, что да, я вот должна на себя смотреть глазами родителей. То есть ваша задача здесь увидеть этот процесс, как вы соглашаетесь, и перестать соглашаться. то есть нельзя ведь следовать тому, что мы не согласны правильно. Если вы с чем-то не согласны, вы вряд ли будете это делать. Я сильно сомневаюсь, что вы будете это делать. Так что позиция здесь примерно такая. Как не зависит от мнения других, ну, смотрите, интересный момент, но через мнение других людей вы отрицаете свой путь, собственно. То есть если вы сравниваете себя с другими людьми и зависите от других людей, то вы отрицаете свой собственный путь. То есть вы говорите, что у меня своего собственного пути быть не должно, но зато у меня должен быть такой же путь, как и у, собственно, вот других людей. И вот с этой позиции, с этой позиции, с этой позиции, с этой установкой, вот, с ней нужно работать, чтобы вы от нее отказывались потихонечку. Чтобы вы принимали, что указывая своя дорога, указывая свой путь, указывая свои способности, да, то есть все это достаточно взаимосвязано. Все это представляет из себя некую экосистему, некую экосистему нарушения одного элемента, которая приводит к нарушению всех остальных элементов. Вот. Я могу вам порекомендовать здесь психотерапию, потому что сами вы этого делали не перестанете. Сейчас вы можете только критиковать те установки, которым вы бездумно следуете и посмотреть с какой целью, например, вы себя наказываете, что вы получаете от наказания. Честно максимально это сделать, потому что в другом случае это все просто лишено какого-либо смысла будет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена так или иначе. Я ут reagиваю себе на выходе Говори. Выправику голову. Прижмите его о чем-либо слабо. До свидания dign Ci? Я сейчас тебе применять у меня под этим�� 的пределелям, Я и Dell.